Дмитрий Глуховский 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 О прекрасном анекдотичное, скажем так, это ясно. Вопрос в том, что где-то вот эта искра неизвестно в какой момент проскочила. Я хотел бы, конечно, оказаться в голове ненадолго, и пристегнувшись в голове Мединского, чтобы понять, что именно, почему сейчас. Но и Мединский тоже был. Почему нужно было довести до такого скандала репутационного? Наверное, совершенно верно. Но, как и все остальные скандалы с участием Кирилла Серебренникова, это все только ему во благо, разумеется. Он приобретает репутацию артиста не только талантливого, но и гонимого. На Западе его полюбят еще сильнее от этого. И у нас, я думаю, что узнают лучше. Если никого по итогам этой истории не посадят, то все это только выигрывают. За растрату, например. Мединский, знаете, это же прекрасно. Это как Жириновский против Зюганова в ток-шоу Владимира Соловьева. Нет ни одного проигравшего. Все выиграли. И здесь похожая история. Хотя страна катится при этом в тар-тарары в целом. И те, кто хотят быть мракобесами, получают возможность быть мракобесами. Вы знаете, я посмотрела, мы сейчас покажем два отрывка, но мне стало очень страшно от того, что они просто это разрушили, выбросили на помойку. Это страшно, потому что действительно огромная работа. Это адский труд. Там был один театральный критик, который попал на этот секретный прогон и написал подробнейшую рецензию, как это выглядит. Это фантастика. Вообще-то это совершенно такое грандиозное действие. Это сочетание, это сплав, драматургия, оперы, балета. Это незаурядное, необычное. Очень современное. Вот я предлагаю посмотреть первый фрагмент из тех, что стали достоянием гласности. Благодаря газете «Московский комсомольец», там кто-то побывал, снял. Там надо сразу объяснить, что речь идет в либретто о том, что идет аукцион по распродаже вещей Нуреева. И аукционист Игорь Верник объявляет лот очередной. Это фотография, та самая фотография Ричарда Аведона, которую он делал. И вот эта сессия, и начинаются воспоминания после каждого лота. И вот сейчас мы видим фотосессию, как она проходила, вот этого фотохудожника с Нуреевым. Да, пожалуйста. Филипин. Монтариев. Филипин. Да, я, я, я думаю, мне, я, я не, я, у меня. Монтариев, я, 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 что, мне, белен по-илость, пара. Я, я, я просто, мне, ты... Просто, будь, пожалуйста, einen пример, все. Филипин. Филипин. Продолжение следует... 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 Может быть, кто-то, опять же, мы знаем, что там много разных башен и силовые ведомства обладают той или иной самостоятельностью. И, возможно, где-то какая-то кошка пробежала. Он позволял себе, конечно, вслед за эпохой своей лояльности, определенную нелояльность и называл происходящую у нас фашизмом. И сравнивал, насколько мне известно, это все с нацистской Германией. То есть мог чем-то выбесить. С другой стороны, мало ли людей, которые себе это позволяли и далеко не всех карали за это. Не всех не перележиваешь. То есть я думаю, что только он знает всю историю происхождения этого конфликта, и, разумеется, он не будет ее оглашать. Хорошо, мы завершим наш разговор на эту тему. У нас много разных других тем. Ну, как компенсация моего морального ущерба, что я сегодня не в театре, а с вами, хотя тоже прекрасно. Мы покажем еще один. Вот продолжение той сцены с папарацци, которую вы видели. Это вот окончание. Давайте посмотрим, чтобы она была закончена в вашем представлении, эта сцена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот папарацци, светское французское общество, он эпатирует публику, да эпатировался. Человек с голым торсом танцует на столе, на сцене Большого театра. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Мне кажется, большой создавался для этого момента. Он ждал эти секунды, и вот перестраховщики, консерваторы все испортили нам. Это просто беда. Ну, хорошо, мы переходим к другой теме недели. У нас такая итоговая программа. Вот переехали мощи Николая Чудотворца из Москвы в Санкт-Петербург. Это случилось в среду. И прощалась скорбно российская федеральная телевидение с этими мощами. Весь день говорилось о том, что вот 17.00, дорогие друзья, вы должны успеть до этого момента. Вот очередь сегодня не 7 часов, а 6 часов. И даже вот утро можно было за два посмотреть. Митя, вы вообще представляете себе, можете себе представить 2 миллиона человек. Вообще-то, вот я хочу спросить вас. С трудом. Физически, вот массово 2 миллиона человек. С трудом. Сложно. 2 миллиона человек, вот, как сказать, приобщилась к этой, прикоснулись. Да, приложились. Приложились к мощам. Вот в тот день, когда мощи отправлялись в последние путешествия? Или вообще, в принципе, у мощей такая статистика? Нет, у мощей в Москве. У этих мощей из итальянского города Баари Николая Чудотворца за все время их стояния, или, как сказать, расположения, дислокации. У 2 миллионов людей произошло еще ясное исцеление, воскрешение усопших и так далее. Но это прекрасно. 2 миллиона человек к ним приобщались. Вот что вы скажете об этих 2 миллионов? Мне кажется, знаете, ну это примерно те люди, которые решились о медицинском обслуживании в связи с программой сокращения муниципальных поликлиник и больниц. То есть надо понимать, что русский человек на самом деле, он не очень верующий. И вся вот эта статистика по крещению младенцев, это скорее статистика людей суеверных, чем верующих. Это ведь такая дополнительная страховка медицинская, которую мы пытаемся для детей или для себя уже в более зрелом возрасте получить. Потому что особенно не рассчитывая на государственную систему здравоохранения или даже на добровольное медицинское страхование, люди обращаются за подстраховочкой в церковь. Где им эту подстраховочку за определенную плату? Не будем говорить, что это бесплатно, потому что даже если сам обряд ничего не стоит, то есть у вас есть пакет сопутствующих услуг и атрибутов, которые нужно приобрести. И где им все это предлагают? По большому счету церковь это страховой бизнес, который имеет очень серьезную политическую протекцию и интегрирован в политические структуры. И на этом все изиждется. Это еще немножко сервис общения с усопшими, но я думаю, что не это основной момент. Это основной момент, это люди, неуверенные в своем текущем дне, обращаются к инстанциям, которые могут все для них каким-то образом разрешить, как они хотели бы думать, для того, чтобы решить вопросы здравоохранения или повысить свои шансы на удачу в каких-то делах. По большому счету. Прежде всего, я думаю, это здоровье и успокоение. Причем парадоксально, Митя, что когда они стоят в очереди, нам сообщают федеральные каналы, вот они стоят и целых 4 скорых помощи дежурят, чтобы принимать в свои руки упавших, потерявших сознание. Сначала федеральные каналы их сгоняют, нагнетают истерию, а потом сами, в общем... Нет, так я к тому, что перед тем, как пойти и излечиться, они еще сначала 10 раз заболеют в этой очереди, потеряют сознание. Нет, это абсурд, это понятно, что люди просто суеверные люди, и федеральное телевидение на разные лады, в зависимости от канала, людям выносят мозг, где-то нам объясняют, что миром правят Лоротшильды и рептилоиды, где-то, что это американский заговор, где-то, значит, что это гомосексуалисты из Европы нам грозят все, где-то, что это пятая колонна внутри страны, жидомасон и так далее. Но, тем не менее, все то, что делает телевидение, это, конечно, дальнейшее подстегивание распространения шизофрении. Которое так у нас уже масштаб эпидемии приняло в стране. Вы, конечно, немного помните советское время, немного, но помните, но и представляете их хорошо. Вот вы как думаете, просто как вы прогнозируете в обратную сторону? Если бы тогда в советское время также выставили эти мощи, и была у людей, кстати говоря, дешевле было добираться до Москвы тогда, как непродукциально, чем сейчас, вот набралась бы такая цифра 2 миллиона в советские времена? Или это чисто, это очень современная штука, вот это вот все? Вы знаете, но понятно, что количество верующих людей в то время было гораздо больше официальных оценок, с одной стороны. С другой стороны, если бы не было раскачки по федеральным каналам продолжительной пропаганды, фактически, всей истории, связанной с мощами, конечно, не было бы таких цифр. Зачем это нужно? Это отдельный вопрос. Зачем в многоконфессиональной стране, в Чечне привозят цветы, какие-то святыни исламские, а нам привозят сюда святыни православные, и зачем вообще тема религии таким образом раскачивается, муссируется, мне непонятно. Потому что религия, несмотря на все попытки превратить ее в новую идеологию, или каким-то образом использовать ее для замерения и успокоения сколеблющихся и сомневающихся людей, для снятия тревожности, для приведения их к какой-то лояльности новой, когда патриарх пытается душу прихожан конвертировать в голоса избирателей, все это не работает, и точно это не работает на поддержание какой-то надкультурной, наднациональной целостности, единства. Потому что Россия, как государство мультиэтническое и многоконфессиональное, должно, безусловно, изобретать новую какую-то идентичность, которая бы всех объединяла, а не разъединяла. И вот это очень недальновидный поступок, с моей точки зрения. Он очень сиюминутный, он очень суеверный, он нас отбрасывается. То есть понятно, что это в консервативном тренде, но это не мудрое решение, это не мудрая линия совершенно. Она приводит к расшатыванию, к расшатыванию, на самом деле, тех скреп, к вытаскиванию тех скреп, которые декларируются. То есть отход к консерватизму, и в особенности муссирование национальной и религиозной идентичности в стране, которая все равно, как в бывшей империи, плавильный котел, это слепой, глухой поступок. Вот у нас совсем не случайная фотография. Здесь в ночь, когда вы возили мощь, в ночь перед днем, который стал последним для этих мощей в Москве, Владимир Путин посетил Валаам. И знаете, что меня поразило? Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели 40-секундное видео его посещения, визита. Вот я насчитала, за 40 секунд 7 раз он себя осенил крестом. Может быть, вы больше насчитаете или меньше? Давайте посмотрим, как это происходило. 40 секунд. С праздником. Семь раз. Наверное, Владимир Путин 7 раз более верующий человек, чем патриарх Кирилл. Потому что Кирилл один как раз перекрестился, Владимир Путин 7. Но я думаю, что это были не просто какие-то рефлекторные действия. Это было смыслное утверждение, смысловая точка в каждой из его мысленных фраз. То есть он какую-то тему проговаривал с Господом и забивал ее крестом. Еще какая-то тема. Вот так. Договорились? Договорились. Крест. Это крест. Может быть, за что-то просил прощения. Может быть, что-то не дает покоя. Может быть, о чем-то пытался договориться на будущее. Вот говорят же, что он перед тем, как на третий срок идти, и спрашивал благословение. Не знаю, патриаршивали или чего-то другого. Вот как раз на Валааме, по-моему, был у него приезд, приход, и там он все это обсуждал перед тем, как пойти, решиться якобы. Я вообще не думаю, что люди с таким количеством земной власти могут всерьез допускать существование Господу Бога. У меня в этом большие сомнения. И патриарх, разумеется, тоже вряд ли верующий человек с моей точки зрения. Вообще, когда политикой занимаешься, может быть, наверное, хочется у кого-то попросить прощения, но ты настолько точно представляешь себе устройство человеческой души и всего мира, что допустить, что есть кто-то, кто решает еще и над тобой, мне кажется, очень больно и не хочется. Обидно. И не вписывается это в ту картину мира, которая у тебя уже давно и надежно сложилась. Поэтому это все делается, конечно, с моей точки зрения, ради телевизионной картинки. Бабульки, они не очень твердо стоят на ногах, и мы все ищем на какую костыль бы опереться. Да, они твердо стоят на головах в данном случае, если говорить о голосовании. Вот, кстати говоря, одна из версий, вот смешно, что возвращаясь к Нурееву сейчас, в эту минуту, я вспомнила, что одна из версий была, что там переодетые в гражданское попы сидели на этом прогоне и сбегали к Тихому Шевкунову, но стучали, и он уже позвонил. Да, 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 недалеко. И он позвонил, не в очередь, да. И он позвонил уже Мединскому, Мединскому сказал, что вот Тихон считает, что не время перед выборами, не надо сейчас этого всего. Нам не надо. А хотя наоборот, казалось бы, что Кирилл приходил с такой примирительной повесткой, якобы, что мы сейчас перестанем изображать, что интеллигенция — это пятая колонна, перестанем их гнобить. Так это Кирилл, а это Тихон. Да, да, ну вот видите, у них тоже башни. Нет, купола. У них купола, да? Разные купола. Разные купола, совершенно верно. Ну, в общем, все это досадно, не ново, конечно. Нельзя сказать, чтобы мы как-то с вами сильно удивились от того, что балет был отменен, или от того, что Владимир Путин всерьез целует хрустальный группу. Да, или что там находится внутри. Но, да, 2 миллиона, слушайте, но если людям, которые регулярно смотрят телевизор, начать рассказывать, что земля захвачена пришельцами, то не очень много времени пройдет, как и большинство, в это уверен. 86% примерно. Поэтому я вообще не склонен людей осуждать. Люди легковерные, у них, главное, нет на самом деле времени и сил душевных вникать действительно по-настоящему разбираться, препарировать, критически осмысливать всю эту новостную повестку, которую им скармливают. Для них это все-таки фон какой-то, который позволяет им чуть-чуть, как сериал, отвлечься от настоящей жизни. И если это то, что показывают телевизору, совсем уж не исключает того, что с ним жизнь не происходит, а обычно это не связано с их личным опытом, то они это принимают. Но с моей точки зрения, вообще, чем меньше мы имеем возможность испытывать самоуважение, уважение к себе в наших жизнях обычных, повседневных, чем меньше мы себя чувствуем защищенными, то тем больше, как не парадоксально, мы желаем величия своей державе. Потому что хотя бы таким образом мы можем себя, к ней причисляя, приписывая, по какое-то уважение ощутить. Если нам, то хотя бы ей пусть будет хорошо. Ну, может быть, каждый из нас ничтожный муравьишка, зато все нас, как муравейник, боятся. Да. Ну, вот я хочу вас спросить. Мы сегодня проводили опрос не по теме программы, потому что у нас все такая сборная тема, мы много о чем будем говорить еще, мы проводили сегодня опрос, наверное, по вашим заявкам персональным. Вы попросили нас задать вопрос прохожим, будет ли в России новая революция, возможно ли она. Почему вы попросили задать такую вопрос? Ну, 18-й год, и столько на эту тему рассуждают люди, но я ни разу не видел еще соцопросы на эту тему. И вот все время экспертов опрашивают, эксперты одни видят признаки хрупкости режима, а другие говорят, что нет, что он как никогда твердо стоит на ногах, и революционной ситуации совершенно нет, и народ доволен, и так далее. Вот захотелось спросить, а люди-то что думают, понимаете? Потому что у нас же август приближается с вами, а август у нас всегда тяжелое время. А где август, там октябрь. А где август, там октябрь, совершенно верно. Но и в августах у нас и путчи, и обвал национальной валюты, и всяческая нестабильность, а тут еще ситуация вся с Навальным постоянно как-то развивается, а у нас в общем других кандидатов на вождя революции кроме него и нет. Поэтому захотелось узнать, люди-то что вообще говорят? Ну, смотрим, смотрим. Возможно ли в России новая революция? Абсолютно нет, потому что абсолютно изменилось общество, абсолютно изменились люди. Да нет. Почему считаешь, что невозможно? Ну, пока не соберется никто. Ну, еще сейчас это сделают, что можно по мирным митингам стрелять, и точно не будет. Как бы я считаю, что это возможно. У русского человека есть такая особенность не ценить то, что есть. И думать о том, что если это разрушить, будет лучше. Как-то мы сталкиваемся с этим достаточно часто, что очень грустно. Ну, наверное, в принципе, да. В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, вроде как растет волна. Ну, как бы такое недоверие к государству, к правительству. И так как, ну, я как понимаю, что довольно сложно сделать так, чтобы, ну, нас сменилось, как бы, те люди, которые сверху. Поэтому, не знаю, если агрессия дойдет до какого-то пика, возможно, что-то такое и произойдет. Сейчас вряд ли. Слишком у нас, ну, скажем, мое поколение уже во всем уже разуверилось, а молодое поколение, ну, немножко инфантильно, так, мне кажется. Все возможно, конечно. Ну, ситуация сейчас такая политическая, немножечко напряженная. Ну, не знаю. Мне кажется, вряд ли в ближайшее время, на самом деле, какая-то революция возможна. Революция – это изменение государственного строя. Но, в принципе, демократия, она же всех, наверное, устраивает. На что ее менять? Можаков нету, во-первых. А во-вторых, революция – это очень неважное дело, как показала история, болезненная, кровавая и малорезультативная очень. Потому что в итоге все равно придет третья сила, возьмет власть и пойдет все так, как надо кому-то. Нужен спокойный эволюционный переход. А для этого должна создаться элита нации, у кого IQ повыше, чем, например, те, которые пророчат нам это мироточение, скульптуры какой-нибудь или прочее, что-то в этом духе. То есть нужно создать интеллект элиту нации, которая будет знать, куда вести нас. Я думаю, все возможно. Но самое главное, может быть, это прозвучит немного банально, но революция, она должна происходить каждое мгновение внутри каждого человека. И тогда революции будут правильные и снаружи тоже. Удивительно, что люди старшего поколения, которые помнят еще 17-й год, я так шучу, они, конечно, не помнят, но, в общем, примерно там они мыслями, они не допускают революцию. А те, которые вообще-то далеко отошли, даже экзамены далеко отошли от них, школьные, они допускают революцию. Ну, интересный на самом деле момент. Потому что, с одной стороны, революция малопрогнозируемая занятия. И вообще не Москва у нас колыбель революции, как мы знаем, а Санкт-Петербург. Где сейчас мощь? И приезжаешь в Петербург, и ты понимаешь, что эти люди способны на революции. Они как раз гораздо более спесивы и малотерпимы, и вспыльчивы и возбудимы, чем москвичи. В Москве люди либо такие уже немножко ожиревшие, либо приехавшие сюда за ожирением. А в Петербурге они такие люди отчаянные и живущие какими-то нематериальными категориями. И вот им есть... То есть они, мне кажется, готовы отказаться от шуб, в отличие от некоторых глашатов предыдущей, не состоявшейся революции нашей, московской. Так что посмотрим. Но этот опрос вас в чем-то удивил, убедил? Вы знаете, ну, то, что все молодые мужчины допустили возможность революции, мне это показалось любопытным, потому что революционной ситуации действительно нет. Нет революционной ситуации у нас в стране. И при помощи телевидения любые социальные проблемы практически забалтываются. И решаются. Ну, виртуально решаются. Ну, почему? Показали вот эту свалку и решают по телевизору проблемы свалки. Ну как? Они прямо по телевизору... Знаете, когда был жив покойный свет Уга Чавес, у него была еженедельная двухчасовая передача «Алло Пресиденте», где вся страна ему звонила и решали вопросы свалок, в магазин сахар не завезли, очень большая очередь за колбасой в таком-то городке и так далее. И он вот по пунктам прям все это разрешал. И наша, конечно, прямая линия – это жалкое подобие еженедельной программы, в которой Уга Чавес, зарабатывая себе рак мозга, тем не менее отдавал себя целиком в служение народу. Понимаете? То есть мы еще все-таки отстаем от этого формата. Жалкое подобие раз в год. Потому что не хотим о народе думать чаще, а хотим раз в год. Может быть. Потому что есть более важные дела. Ну, одним словом, по поводу революции, вы спокойны, что мысли есть, но революции не будет. Вам-то самому... Я не то чтобы хотел сильно революции. Вы понимаете, но... Это я хочу просто к разговору о революционерах перейти. Да, да, да. Но просто революции-то тоже нет. Есть стагнация, и она будет, конечно, переходить при четвертом сроке в гангрен. Как вы называете эти протесты, которые случились там в конце марта, 12 июня, выход молодых людей каких-то с какими-то лозунгами, они уже не были... Я все-таки хочу зафиксировать, что это уже не были там за кроссовочки, они уже не тащили кроссовки за шнурочки. Они уже опять выходили с лозунгами Путин такой-то. Вот они, в отличие от авторов фильма про Димона, уже как-то начинают забывать о Димоне, а все-таки переключаться на верховную власть. Ну, понятно, что есть оставаться слепым, глухим и верить в сказку о добром царе при злых боярах. Мне кажется, что при наличии поговорки уже становится все сложнее и сложнее. И понятно, что есть архитектор системы. Им понятно уже. Я думаю, что после многочисленных объяснений и популяризации этих вещей у нас очевидно... Ну, то есть, единственная революционная ситуация заключается в том, что у власти находятся люди, а никак это не заслужившие, это не меритократия, это, кто там, ахлократия, не ахлократия, а плутократия, или, не знаю, как то, что по-английски называется, кронизм, то есть власть дружков. А с другой стороны, они не заслуживают... У нас это называется в России озерократия. Да, озерократия, совершенно верно. С одной стороны. А с другой стороны, эти люди претендуют еще и на увековечивание себя. Вот то, что там барышня сказала, пожилая, насчет элиты, то, к сожалению, наша элита формируется из людей совершенно другого толка. И когда Патрушев в незабвенной своей речи говорил о том, что ФСБ должно стать новой аристократией, говоря, наверное, имея в виду наследственность и правление, и передача накопленных активов следующим поколениям, если это наша элита, на века вперед. Была какая-то надежда, что выучившиеся за границей дети приедут домой с другими совершенно умонастроениями и захотят постепенно трансформировать, реформировать жизнь нашу. Опять же, это не меритократия, потому что предлагается нам закукливание в пределах нескольких кланов и их окружения, всех активов, всей собственности государственной, всех управленческих аппаратов в стране. Но была какая-то надежда, что это продает смена поколений, и придут люди на более глобальное мыслящее, получившие современное западное образование, ужаснутся от дикости нашей, замшелости, и начнут что-то трансформировать. Но теперь же еще есть новая политика на национализацию элит. То есть, не знаю, что там бедная Лиза Пескова с ее эксцессами, как в итоге решили разрулить эту ситуацию, но все остальные, по-моему, перестали потихонечку ездить учиться или перестанут и будут вместо этого обучаться в академии ФСБ или в госуправлении, и даже надежда на смену поколений потихонечку будет пропадать. Какая тут эволюция? Да. У нас тут за эту неделю произошло еще одно событие, которое, вот, 10 дней, которые перевернули весь мир, но тут перевернули интернет, перевернули либеральное сообщество. Это решение Алексея Навального, революционера номер один, в вашей интерпретации, пойти на дебаты с совершенно подзабытым уже человеком, по фамилии Гиркин, там, Стрелков. Меня это как раз поразило ровно в силу того, что, да, было время, он гремел. Я даже помню опросы о Москве, вот, если бы сегодня были выборы, кто бы стал президентом Путина или Стрелков, и, по-моему, он там побил этого самого Путина, и, может быть, даже из-за этого у него начались неприятности, и его списали на свалку истории. Это было давно. Спасибо, что он не погиб. Да, он не погиб. Потому что некоторые другие люди, которые там остались, они потом почувствуются хуже. Он просто, вот он исчез из этого пространства, из политического, из медийного света. И вдруг Навальный аккуратненько вытаскивает, вытряхивает, очищает его, вот из этого, вытаскивает его, отряхивает с него там пыль, или что накопилось еще за это время, и предъявляет обществу, собирается посадить там в чистенькую студию, показать нам, нам всем придется это смотреть, естественно. И вот такое вот реанимированное чудо нас ждет. Что вы об этой идее думаете? Алексей же Навальный как-то старается окучивать не только либералов, но и националистов, да, и какой-то, может быть, синтезировать из этого что-то свое новое. К тому же нет никого за этим, Стрелковым. Или кто-то есть. С Стрелковым, но был же кто-то за Стрелковым. Когда-то был, надо было. Были люди возбужденные, и в итоге оставленные без койтуса, понимаете, от которых ощущение завершенности гештальта, наверное, и преследует. И вот Алексей, желая играть в том числе на нервах аудитории, возбужденной Донбассом, которые очень многочисленные, которые сейчас немножко федеральными каналами подзабыто, в связи с тупиковостью ситуации, с патовостью ситуации, он решил, наверное, часть аудитории оттянуть на себя. Вот берет выжившего героя революции, потому что всех остальных уже похоронила, то ли диверсионно-разведовая группа СБУ, то ли, наоборот, наша ГРУ. Вот так или иначе, они все перемерли на печаль Захара Прилепина. И теперь остался Гиркин. Последний живой. Последний живой. И надо скорее успеть с ним поговорить. После, после. Пока никто оттуда или отсюда до него не добрался. И, наверное, он хочет его как-то переплюнуть, я думаю. Смысл? Что переплюнуть? Совсем никакой. Наверное, Алексей Навальный, как правильный империалист, как империалист 2-0, поспорит с империалистом 1-0 и объяснит, как лучше сделать так, чтобы Россия, с одной стороны, поднялась с колена, с другой стороны, чтобы при этом не упала лицом в грязь. Какая-то галатея Алексея Навального. Он сначала создаст, посадит нам за стол, то это забытое нечто, а потом будет его как-то переубеждать. Но это делается не ради Гиркина. Понимаете, Гиркин здесь в руках Навального инструмент для того, чтобы окучить бывшую гиркинскую аудиторию, которая хлопнет себя по лбу и скажет, а был же какой-то Стрелков, и мы же его любили. Да, да, она о нем вспомнит и вернется к нему. И вернется к Навальному. А тут Навальный со своей, безусловно, харизмой, умением обаять камеру и находящиеся за ней телезрители, или там видеозрители, там YouTube-зрители, он, наверное, рассчитывает на то, что он этих людей переманит. Потому что одних только школьников и студентов ему недостаточно. То есть он решает задачу укропнения своего электората или следующих за ним масс, которые... А еще будет прикол, если аудитория Навального впервые увидит этого Гиркина в телевизоре, он ей понравится, и она сходит к нему тоже. Но Гиркин, по-моему, все-таки не очень харизматичный человек. То есть он может быть как ролевик хорош, но как оратор, я сомневаюсь. Все-таки Навальный поднаторел вопрос ораторского искусства. Да, но он повторяется, у него уже приемы одни и те же, он штампованный очень, интонационно одно и то же. Кто на Вольне? Да, да. Хотя это совершенно не мешает популярности в массах. Наоборот, чем больше ты молочишь... То есть сложно подчиненное предложение и трудность драматургии, она совершенно отталкивает массового избирателя или митингующего. Наоборот, формулируя короткими фразами. Это как телевидение. Знаете, когда идешь работать на телевидении, я думаю, что вы в курсе. Там должно быть подлежащее, сказуемое, там дополнение, точка. Подлежащее, вот посмотрите эфиры Дмитрия Киселева. Ни одного сложного подчиненного предложения. Короткие фразы, эмоционально окрашенные, глаголы обязательно, всегда оценочные, провокации. Это раскачка эмоций. Это работает. И с точки зрения публичного политика, я думаю, что то ораторское искусство, которым преподается, заставляет их, даже если они когда-то и грешили сложно подчиненным предложениями, быстренько от этой истории отказаться. Короткие фразы, как молоток, гвозди, забиваешь сознание людей. Повторяться даже хорошо. Адольф Лоизыч это знал. И Иосиф Васильевич это знал. И Владимир Ильич это знали все. Это всегда работает. Хочешь общаться не с 14%, а с 86%, формулируй проще, ярче, эмоционально, жестче. Вот вы знаете, какая-то все-таки эмоциональная монотонность уже возникает. То есть ты когда привыкаешь к этому, уже просто... Алексей, на заметку вам. Давайте перевоспитывайтесь, и видите, интеллигенция уже не с вами теперь. Нет, нет, интеллигенция вся, ну что вы, ну половина ее какая-нибудь. Нет. Не вся женская. Но есть женщины в русских селениях, которые очень за Алексея Навального, и будут всегда, поэтому вы можете его не пугать. Нет, все в порядке. Потом он только же постепенно приближается к тому возрасту, с которым Владимир Владимирович вообще начал нас охмурять, как нация. Да. Ну хорошо. В общем, вы считаете, что... Ладно, вы нам все объяснили с его идеей, с его замыслом. Я вообще все объясняю. Да, вы всегда все объясняете правильно. И вот я хочу теперь наконец-то перейти к вашей новой книге, в которой вы еще больше объясняете, чем даже в этом эфире, потому что она толще. И вот не прочитаешь за 55 минут, как мы с вами разговариваем. Люди за ночь читают. За ночь люди читают. Нет, мне понадобилось две. Я так не могу быстро. Так вот, это произведение ваше называется «Текст». Это вот кавкианский такой вот вариант перевоплощения. Человек, один человек пожил жизнью другого человека. Из этого ничего хорошего не вышло. Вышла трагедия. Я не занимаюсь спойлерами, просто говорю, что это трагедия, потому что это разные люди. Если бы, может быть, в этот ваш человек, главный герой, был бы немножко похож на того человека, жизнь, в котором он жил, может быть, все закончилось бы гораздо лучше, оптимистичнее для него. Но он другой, поэтому вот... Давайте я в двух словах сюжет преподам радиослушать все эти зрители. Главный герой книги «Двадцатилетний студент» Филфака из Лобния, который... Бывший. Бывший, да. Который по навету и недоразумению оказывается заточен на 7 лет в зону строгого режима Соликамский. Поздорил в клубе ночном, куда пришел праздновать сданные экзамены, с оперативником ФСКН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Поэтому подкинули пакетик с кокаином и посадили на 7 лет. Предлагали матери выкупить его у следователя, но мать-одиночка, школьной учительницы. Не получилось. И суд, конечно, как обычно у нас случается. То есть единственный шанс на оправдательный какой-то исход это если договориться со следствием. А если дело попадает в суд, то это обязательно приговор. И вот он через 7 лет выходит оттуда, уже совсем другой, конечно, обугленный, поверх его филфаковской студенческой молодости ложатся 7 лет строгого режима. И он мечтает на самом деле только о том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но добравшись за дому, выясняется, что мать его не дождалась буквально двух дней, была магнитная буря, и ей стало плохо, и она умерла. И он это узнает только приезжая домой. И в состоянии аффекта, алкогольного опьянения, разумеется, потому что пытается мать упомянуть, находит человека через соцсети, который его посадил, который все это время продолжал жить, жировать, творить, активно служить родине, находит и убивает его кухонным материнским ножом. А потом, поскольку тот пытался позвонить кому-то за помощью, забирает у него телефон, забирает у него пистолет, возвращается домой, а следующее утро прозревает в ужасе от содеянного, понимая, что его найдут, в Москве 160 тысяч камер слежения, и по телефону можно найти, он понимает, что привел домой к себе этого человека через его телефон, начинает изображать из себя этого человека, оперативника ФСКН, чтобы спастись. Сначала, чтобы спастись. А потом вживается в его жизнь, за него переписывается с его родителями, с его девушкой, с его коллегами по работе, притворяясь им при помощи переписки. Но поскольку сам-то он хотел просто жить, а теперь времени остается у него всего ничего до того, как его раскроют, и бежать ему некуда. А тот человек, будучи, во-первых, сам социопатом, и к тому же и злоупотребляя кокаином, разрушил все свои человеческие связи, отношения с девушкой, с родителями, и так далее. Получается, что наш герой за него начинает доживать иначе совсем жизнь свою, залечивая те отношения, которые тот разрушил, примеряя, прося прощения и так далее, завершая его земные дела. И от этого возникает коллизия, потому что надо было держаться бы подальше ему от всех этих людей, чтобы не быть раскрытым. А должен он продержаться неделю, потому что будет какая-то некая сделка. Через эту неделю, если он сможет получить деньги за этого человека, то я сможет сбежать. Это только две первые главы рассказать. Ну, коллизия все-таки, ну, конечно, вам виднее, в чем коллизия, но дело в том, что он-то живет жизнью этого человека не только из тех альтруистических соображений, о которых вы говорите, он живет из более практических, он должен выпутаться, и с помощью его связи он пытается это сделать. Но в том-то и дело, что если бы он был этим человеком, я не буду там тоже все рассказывать, но в ситуации выбора, который, в конце концов, оказывается, который оказывается для него трагическим, он делает этот выбор совершенно нелепый, может быть, с точки зрения рационального человека, но он его делает ровно потому, что он это он, а не тот человек, в жизни которого он жил. Я думаю, что этот его визави, вот этот уже заочный, виртуальный, как сказать, небесный, он сделал бы другой выбор в этой ситуации. Здесь в очень большой степени идет столкновение человека простого, но как-то элементарно воспитанного, с представлениями о добре и зле, и человека из системы, условно говоря, которые, как мне кажется, все больше и больше живут вообще вне представлений о добре и зле. В другой системе координат, где нет хорошего и плохого, где есть силы и слабость. И недаром силовики называются силовиками, потому что в их системе координат, как это видится мне, есть только представление силы. То есть сильный прав, ну это понятно, достаточно банальная вещь, но и воспитание идет в том же ключе, что всякий, кто ведет себя альтруистически, он тем самым просто проявляет свою слабость и должен быть сожжен. А тебя, в свою очередь, как бы воспитывают в представлениях о том, что если ты силен, то и правда на твоей стороне. В чем сила, брат, в правде? Вот это высказание Сергея Бодрова в фильме «Брат». Оно немножко устаревает. Нам предлагается другая система ценностей, где сила просто в силе. А правды нет вообще никакой. Это постправда. И любые попытки сегодня, например, в чем-то изобличить людей во власти, и Кремль, и Песков, и МИД, говорят, это фейк-ньюс. То есть идет просто отрицание даже очевидного, отметания как недостоверное. То есть подвергается сомнение концепции правды. Подвергается сомнение концепции невозможности применения сил. То есть если это враг, ярлык врага можно нависить на кого угодно, значит, можно его и устранить. Можно вообще, в принципе, постфактно лгать открыто в камеру, а потом говорить, ну, это была такая наша боевая индейская хитрость. Мы не будем брать Крым, мы берем Крым. Ну да, взяли. И улыбочка. Это не наши люди в Крыму, это военторг. Нет, это наши люди в Крыму. И улыбочка. У нас, значит, в прессе независимы от государства. И улыбочка. И так далее. Можно врать в камеру. Можно врать в камеру первому лицу, можно врать в камеру второму, третьему, любым. Увлечают в воровстве, говори, что это на скрипочке. На скрипочке 2 миллиарда долларов США. Почему нет? И главное, что пока у человека есть власть, у него есть какая-то вот аура волшебная, неуязвимости, за которую, во-первых, понятно, что все окружение, разумеется, все им это прощает. И ни у кого нет сомнений в том, что кто силен, тот и прав. Но это система ценностей и населению предлагается. Нам предлагается всем смириться с тем, что не только это так и есть, а, разумеется, во власти это было всегда. Но это правильно. Никогда не было, я не припомню, времен заключением диктатур каких-то, когда власть предлагала считать это нормой. И спускала это как норму вниз населению, через средства пропаганды. И вот визави, как вы его называете, это оперативник ФСКН Петр Хазин, которого наш герой, сначала он от него без вина страдает, оказывается упечен за решетку, а потом он его убивает. Это как раз представитель той системы, того режима, той силовой структуры, где люди совершенно в добро и зло не верят. И, кстати, полиция в нашей стране тоже, ведь это в здоровом обществе, полиция занимается служением, службой, как и церковь. И, наверное, как хотелось бы ждать от политиков. То есть в этом не ищут источника зарабатывания денег. Если говорить о глубинных личностных мотивациях, то это возможность получения какого-то социального статуса. Тебя уважают в обществе, если ты полицейский, в здоровом обществе, да? Не знаю, в каких-нибудь американской провинции, допустим, или в Скандинавии, или в Германии, и так далее. Ты не очень много зарабатываешь, но у тебя есть статус. То же самое с представителями каких-то религиозных культов. Ты делаешь не ради денег это, а потому что тебе, а, это приносит удовлетворение, ты считаешь, что занимаешься правильным делом, и, б, к тебе совершенно особенное отношение других людей. В этом разница между службой, служением и работой, бизнесом. У нас, поскольку вообще в принципе в стране служение и служба демонтированы после 90-х годов, после распада Советского Союза, на смену пришел только институт бизнеса и работы. Поэтому люди в церкви занимаются бизнесом, люди в полиции занимаются бизнесом, покупая должности, чтобы иметь возможность купить должность и продвинуться по карьерной лестнице, нужно превратить свою деятельность в бизнес, продавая либо уголовные дела, либо закрытие уголовных дел, либо автомобильные номера, либо поиск угнанных машин, либо еще что-то. То есть ты должен, с чем бы ты ни занимался, сделать из этого бизнес, потому что только так ты сможешь двигаться вперед. То же самое, разумеется, в политике происходит. Да, но и в медицине. Не просто делая бизнес, делая крайне чистоплотными средствами. Да, но вообще, понимаете, две разных концепции. То есть и наши правоохранительные органы, как и наши суды и так далее, как все те люди, которые должны бы служить, а не работать, они работают, а не служат. Вы очень удивитесь, что мне это напомнило. Почему-то вдруг федеральное телевидение, как раз, которое не должно зарабатывать на рекламе, оно зарабатывает на рекламе. Понимаете? Оно зарабатывает еще и не только на рекламе. Да, и не только на рекламе. То есть вот ваши герои, которые вообще-то не должны заниматься никаким бизнесом, они ровно, ну то, о чем вы говорите, они, конечно, занимаются параллельно со служением государству. И где-то это все... Это действительно удивительная книга, в которой насколько не пересекаются эти маршруты. То есть служение государству где-то там. Мы даже его не видим. Мы видим, как они служат своему бизнесу. А служение государству, наверное, должно государство контролировать, как они этим занимаются. Нет, государство структурировано с другой стороны. Понимаете? Государство все структурировано. И где оно вообще-то, да, кстати, в этой системе. А где государство в этой системе координат, которое должно это контролировать, структурировать? Где оно? В моем представлении государство занимается своими делами, оно занимается освоением социалистической собственности, и потом люди идут на государственную службу именно для того, чтобы урвать себе кусочек собственности, или для того, чтобы защитить уже урванное помимо государственного или вне поля зрения государевого ока. Вообще, простой человек, мне кажется, государство, как бы он не поощрял и не выражал свою поддержку Крыму или тому, как мы провели Трампа или нахамили Обаме и так далее, простой человек старается от государства спрятаться, просто чтобы государство его не затоптало, потому что государство, оно где-то носится сверху над ним, рыча, фырча, и оно такое подслеповатое, как носорог, понимаете? А простой человек хочет просто залезть под корягу, чтобы его не растоптали. Не дай бог ему на глазах государства попасться. Потому что любое столкновение человека вне системы, человека системы, неважно, кто прав и кто виноват, напомню, что речь идет о людях без представления добре и зле, оно неизбежно закончится поражением и унижением человека из вне системы. Это очень жаль, что вы так думаете, потому что все, кто надеялся от вашей книги получить хоть что-то такое внушающему веру в жизни. Это увлекательнейший роман. Это увлекательнейший роман, но вот веру... Триллер. Ну а как же с верой, надеждой, любовью? Ну, вы знаете, как? Вот как вы собираетесь своим триллером подпитывать в людях веру? В себя, в жизнь, в страну? Я хочу, чтобы люди не соглашались. Я хочу, чтобы люди спорили с этим. И я здесь... Эта книга не идеологическая, на самом деле. В отличие от предыдущих каких-то вещей у меня, там, если «Метро-2035» был в чистом виде революционный манифест, или, так сказать, постреволюционный манифест, манифест человека, разочаровавшегося в народе, разочаровавшегося в революции, то здесь это в чистом виде история личная, история героя, описание времени. Это сегодняшняя наша Москва. Москва, пост, Лужковская, давно Собянинская. Москва, уже избавившаяся от всей этой ярмарочной мишуры, гранитная, суровая, похмельная, ничем недовольная. И Москва, которая, скорее, даже больше антиутопию напоминает, чем все предыдущие мои антиутопии. То есть уже нет необходимости обращаться к фантастике, к фантастическому жанру, потому что сегодняшняя наша реальность достаточно антиутопична. И фантасмагорична. И фантасмагорична. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с Дмитрием Глуховским. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин